Мальчика со множественными укусами по всему телу скорая привезла около 22 часов 4 июня. Сейчас его состояние удовлетворительное, но в больнице ребенок пробудет еще не менее недели, рассказывает главврач. Достаточно серьезное состояние ребенок, в шоке. И множество ранений по телу, вплоть до того, что кусками мяса было вырвано на некоторых местах. Сейчас на самом деле оказали соответствующую помощь, на сегодняшний день ребенок в удовлетворительном состоянии, все стабильно. Там постарались сделать очень аккуратно и, конечно, где-то какой-то шрам может и останется, а так, в общем-то, в целом оказали помощь нормальную. Как рассказывают врачи скорой, мальчик находился в районе базы отдыха с матерью. Однако женщина не смогла самостоятельно отогнать от сына собачью свору. Просто с мамой еще трое детей, поэтому она не смогла толком ему. Потом люди подбежали, вроде помогли там, насколько я понимаю. Стая собак в районе базы отдыха уже приобрела дурную славу среди ухтинцев. Так в апреле прошлого года животные напали на лыжника, но он сумел отбиться от них палкой самостоятельно и даже умудрился снять это на видео. Жуткие кадры до сих пор гуляют по сети. В организации «Добрый город», которая занимается отловом и содержанием бездомных собак в Ухте и районе, тоже знакома с четвероногими бандитами из того района. Некоторые из них стерилизованы и чипированы, но, увы, не все. Отсюда и проблемы. Уничтожение бездомных животных в нашей стране с недавних пор уголовно наказуемо, поэтому есть только один выход, говорят в «Добром городе». Стерилизовать сук, который рожают там щенков, значит, кобелей, которые покрывают этих сук, тоже кастрировать можно. И эта стая будет там жить до того момента, пока они не выродятся просто так, как они не смогут давать потомство. Потому что, если суки стерилизованы и кобели кастрированы, это нет собачьих в этих свадеб, которые как раз и вызывают основную агрессию. Проблемы отлова и содержания бездомных собак есть во многих регионах страны. В крупных городах она решается за счет количества приютов и отработанной схемы. Кроме того, процедура отлова теперь также строго регламентирована законом. К примеру, пойманное животное обязательно стерилизовать, чипировать и вернуть в то место, где его поймали. Сделать все по правилам сможет не каждая организация. Поэтому с подрядчиками на отлов в Ухте часто возникают проблемы. Как правило, заниматься этим приходится доброму городу. Недавно в Ухте состоялся аукцион, на который заявились две организации. Контракт на отлов почти полутора сотен животных на сумму 1 миллион 280 тысяч рублей выиграл проверенный подрядчик. Могут даже обычные предприятия и коммерческие предприятия заключать договоры на отлов. У нас есть средства гуманного отлова, у нас есть специалисты, которые отлавят. У нас есть возможность и передерживать животных, и делать все, что положено. Теоретически все есть, но по факту ресурсы фонда жестко ограничены. Собак отлавливают, чипируют, стерилизуют, но задержать не могут. Помимо контрактов, добрый город существует на пожертвования, и приют для четвероногих почти всегда переполнен. В дефиците вольера и корма ресурсов явно не хватает. И Ухта сегодня остро нуждается в официально оформленном приюте. Виктория Наоменко, Павел Логутин, телеканал Юрген, Ухта.